Всем доброго времени суток! На связи Накрошаев Олег и сайт Photoshop Сундучок. Поздравляю всех с наступающим праздником 9 мая, днём победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Сегодняшний видеоурок посвящен именно этой теме. Мы с вами будем создавать рамочку на фотографии военной тематики. А именно мы с вами создадим рамочку, сделанную как бы из георгиевской ленты. Вот я открыл вот такую фотографию и решил сделать на неё рамочку. Перейдём к уроку. Прежде всего мы должны создать новый документ точно такого же размера, как и фотография, открытая в Photoshop. Давайте посмотрим, какой у нас размер фотографии. Для этого нажмём вот на эту вкладочку в нижнем левом углу, нажмём левые клавиши мыши и будем удерживать. И видим, что наша фотография совсем небольшая, 754х509 пикселей и 72 пиксела на дюйм разрешение. Мы должны создать точно такой же новый документ. Для этого совсем не обязательно запоминать эти размеры, есть очень удобный способ. Нажмём сочетание клавиш Ctrl-A, потом Ctrl-C, скопируем выделенный в буфер обмена и снимем выделение Ctrl-D. Теперь зайдём в файл и выберем пункт «Создать» или нажмём сочетание клавиш Ctrl-N. И обратите внимание, у нас уже здесь вставлены размеры, которые мы только что с вами смотрели. 754х509 и разрешение 72. Нажимаем «Ок». У нас создался с вами новый документ. Теперь мы с вами выбираем инструмент «Прямоугольная область» и создаём горизонтальное выделение. Примерно вот такой ширины. Это будет заготовка для будущей георгиевской ленты. На передний план теперь необходимо нам установить цвет, значит, тёмный цвет георгиевской ленты, а на задний план светлый цвет георгиевской ленты. Значит, я в интернете нашёл вот такую георгиевскую ленточку. Давайте установим на передний план тёмный цвет, а на задний план, значит, светло-коричневый цвет. Щёлкаем по верхнему квадратику, в данном случае, если у меня он чёрный. Появляется окошечко палитра цветов «Основной цвет». И щёлкаем, значит, по тёмному цвету георгиевской ленточки. Вот я в этом месте щёлкнул. И у нас цвет установился на передний план. Нажмём «Ок». Теперь я щёлкаю по белому квадратику. Появляется окошечко палитра цветов «Фоновый цвет». Наводим курсор мыши на светло-коричневый цвет. Щёлкаем по нему. И нажимаем «Ок». И вы можете легко заметить, что у нас цвета георгиевской ленточки установились, соответственно, на задний и передний планы. Переходим в наш новый документ. В палитре «Слои» создаём новый документ. Для этого щёлкаем по второй справой иконочке внизу палитры «Слои». И заливаем созданное выделение цветом переднего плана. Для этого нажимаем сочетание клавиш «Alt» и «Delete». Копируем выделение на новый слой «Ctrl J». Выбираем инструмент «Перемещение». И клавишей с стрелочкой вверх на клавиатуре передвигаем скопированную полоску на верх. Потом немножко её вниз, так, чтобы между ними не было зазора. Вот таким образом. Теперь, удерживая клавишу «Ctrl», я щёлкаю по иконочке слоя «2», для того, чтобы загрузить выделение. Вот мы загрузили выделение в верхней полоске. И заливаем уже цветом заднего плана. Для этого я нажимаю сочетание клавиш «Ctrl Delete». Снимаем выделение «Ctrl D». Слой 2, слой 1 мы с вами должны слить вместе. Нажимаем сочетание клавиш «Ctrl E». Свернём палитру, чтобы она нам пока не мешала. Вызовем инструмент «Свободное трансформирование». «Ctrl T». И в поле «Угол» поставим 45 градусов. Мы с вами развернём на угол 45 градусов. Давайте посмотрим. И вот эту нашу полоску передвинем в верхний левый угол. Нажмём сочетание клавиш «Ctrl H», чтобы нам не видно было направляющие. И клавиши с стрелочкой на клавиатуре аккуратненько подгоним, чтобы у нас угол был заполнен светло-коричневым цветом. Вот так вот. «Ctrl H» опять нажмём. Появится наша направляющая. И «Enter». Применим «Свободное трансформирование». Теперь нам необходимо замостить весь документ вот этой ленточкой, расположенной под 45 градусов. Очень удобный способ есть для того, чтобы нам не нажимать сочетание клавиш «Ctrl J» и каждый раз копировать вот этот слой с ленточками. Мы применим вот такой способ. При активном инструменте перемещения, я нажимаю клавишу «Alt», удерживаю её и просто-напросто перетаскиваю новую полосочку на своё место. Откроем палитру «Слои» и вы можете заметить, что у нас одновременно с перетаскиванием в палитре «Слои» образовался слой «Один копия». То есть мы практически с вами выполнили то же самое действие, что и нажатием сочетания клавиш «Ctrl J». Но так гораздо быстрее и удобнее. Опять нажимаю я сочетание клавиш, вернее клавишу удержу «Alt» и перетаскиваю. Располагаю полоску так, чтобы не было зазора. Опять «Alt» удерживаю. И так постепенно мы с вами должны заполнить всё пространство. Если точно не получается установить полоску, можно очень удобно подрегулировать расстояние между полосками клавишами на клавиатуре. Опять «Alt» удерживаю. Перетаскиваем. Чуть-чуть назад. Вот так вот. То есть основную часть мы с вами делаем с помощью мышки. Если точно не получается у нас совместить так, чтобы не было зазора, то нажимаем несколько раз клавишу «Вверх» на клавиатуре и уже подгоняем точно нашу полоску, чтобы не было зазора. Чтобы вас не задерживать, я нажму сейчас паузу и продолжу урок, когда у меня уже весь документ будет замощён вот этой вот георгиевской ленточкой. Вот что у меня получилось после того, как я замостил весь наш документ. Теперь мы переходим в «Редактирование», «Определить узор». Даем имя узору нашей георгиевской ленточкой. Ну так и назовём её давайте «Ленточка». И нажмём «Ок». Закрываем наш документ. Он нам уже не нужен. Сохранять не будем. Эту ленточку нашу закроем. Она нам не нужна. Перешли на нашу фотографию, на которой мы будем делать ленточку. Создадим копию фонового слоя. Нажмём сочетание клавиш «Ctrl J». Выберем инструмент «Прямоугольная область». И растянем рамочку внутри, таким образом, чтобы по периметру осталось место для нашей будущей георгиевской ленточки. Ну, примерно вот так. Нажмём сочетание клавиш «Delete». После того, как мы с вами удалили внутреннюю часть изображения на слое 1, мы должны с вами инвертировать выделение «Shift-Ctrl-I» и заливаем выделение созданным ранее узором «Редактирование», «Выполнить заливку». И в поле «Заказной узор» мы с вами должны выбрать узор, который мы с вами только что создавали. Он всегда будет последним. На него наведём курсор мыши. Он подсветится, ленточка. Выбираем его и нажимаем «Ок». Заливается у нас выделение выбранным узором. Снимаем выделение «Ctrl-D» и два раза левой клавишей мыши щёлкаем по слою 1. Появляется окно «Стиль слоя», в котором мы с вами настроим некоторые параметры. Сделаем активным вкладку «Тиснение», поставим галочку и сделаем её активным. И давайте немножко подрегулируем параметры. Для каждой фотографии они, конечно, будут свои. Удобно регулировать, как поставить на ноль, потом постепенно поднимать и смотреть, что получается на фотографии. Вот я глубину вначале выставил, примерно 123 хватает мне. Потом размер опять ставлю на ноль, постепенно увеличиваю. Где-то примерно для этой фотографии около 9 мне подходит. Теперь я посмотрел на фотографию и замечаю, что у нас тень от солдат падает налево, в левый нижний угол. Примерно так вот. Поэтому я вот этот угол на вкладке «Затемнение» у нас здесь есть угол освещения. Вот сейчас с помощью вот этого перекрестия я поставлю соответствующее таким образом, чтобы у нас свет на рамочку падал то же самое справа и тень как бы у нас была слева. Давайте это сделаем. Вот, к примеру, я перекрестие это сейчас переведу налево. И посмотрите, у нас свет как бы падает сейчас с левой стороны. Нам нужно с противоположной стороны. Поэтому я вот это перекрестие передвигаю примерно вот так вот. Давайте посмотрим. Ну вот примерно вот так. Теперь у нас свет на рамочку падает справа. Так. И сделаем активную вкладку «Глянец». Щелкнем по ней. И настроим здесь тоже некоторые параметры. Выберем контур под названием «Конус». Он более-менее подходит. И поставим смещение. Размер пока на ноль. И давайте посмотрим. Смещение увеличим. Ну вот так вот неплохо будет. И размер тоже немножко. Давайте посмотрим на ноль и увеличим. Ну, примерно где-то 8 пикселей можно оставить. Так. И непрозрачность. Давайте, наверное, немножко уменьшим. Посмотрим, что у нас до нуля. Уберем. И постепенно будем поднимать. И выберем что-то подходящее именно для этой фотографии. Ну вот так можно оставить. И нажмем «Ок». Вот такая фотография у нас получилась. Интересная. С георгиевской ленточкой. Вот так у нас была. У нас самая простая обычная фотография. И вот такую мы с вами создали симпатичную георгиевскую ленточку. Используйте этот способ. Поздравляйте своих родных и близких с праздником. Спасибо за внимание. С вами был Накрашаев Олег. И сайт Photoshop Сундучок.